здравствуйте приветствую вас на канале 3 кубом сегодня хочу вам показать как вот из этого самого обычного жгута он у нас состоит из двух косичек вот эта косичка идет с перемещением петель вправо а эта косичка здесь петли перемещаются влево между ними находятся по одной изнаночной петли вот мы здесь видим с изнанки вот эти дорожки и все это располагается на поле из лицевой глади так вот как можно из такого полотна получить вот такое более воздушное более открытое и не совсем обычное как связать такое полотно мы сейчас с вами посмотрим вместе и начнем мы вязать самого начала вот этот жгут который состоит из двух косичек вывязывается на 15 петлях а здесь и здесь вы набираете такое количество петель которые потребуются либо для вашего образца либо для вашего изделия вот эти петли изнаночные входят в эти 15 я набрала 2 кромочные петли затем слева и справа по 10 петель и внутри сам жгут состоит из 15 петель теперь для того чтобы наше полотно так как это лицевая гладь держала форму нужно провязать несколько рядов резинкой один к одному или две петли на две петли по желанию для нашего образца вот такой высоты резиночки вполне достаточно и сейчас в первом лицевом ряду мы заложим петли нашего жгута кромочная петля снимается и далее провязываем 10 лицевых петель теперь одна изнаночная петля которая отделит эту часть лицевой глади от нашего жгута и провязать ее нужно перекрученной для этого мы снимем ее с левой спицы на правую затем подхватим вот так сзади задняя ножка лежит ближе к концу левой спицы чем передняя и теперь провязываем изнаночной за переднюю ножку таким образом эта петля полностью перекручена теперь 6 петель для самого жгута это лицевые петли снова одна изнаночная петля которая будет провязана также перекрученной мы снимаем ее с левой спицы на правую возвращаем на левую и провязываем изнаночной за переднюю ножку следующий жгут это 6 лицевых и последняя изнаночная петля которая отделяет жгут от лицевой глади с этой левой стороны также снимаем ее разворачиваем и провязываем изнаночной за переднюю ножку последние 10 петель кромочная первый ряд готов с изнаночной стороны все петли будем вязать по рисунку если перед нами изнаночная петля мы будем провязывать ее изнаночной а вот эти три лицевые которые мы заложили и будем провязывать лицевыми так снимаем кромочную провязываем 10 изнаночных вот эта лицевая петля которую мы перекрутили мы сейчас ее снова перекрутим и для этого провяжем лицевой не за переднюю а за заднюю ножку вот таким образом у нас здесь эти две петли перекрутились больше мы разворачивать не будем только первые два раза теперь жгут на шести петлях снова лицевая петля провязываем ее за заднюю ножку лицевой следующие 6 петель жгута и вот эта лицевая петля провязывается также лицевой за заднюю ножку заканчиваем второй ряд провязав все оставшиеся петли изнаночными кромочная перемещение петель в жгутах мы будем делать в каждом седьмом ряду но первый раз когда мы только отступаем от резинки в пятом ряду мы сделаем первое перемещение петель мы с вами провязали 1 и 2 ряд сейчас начинаем 3 и 4 теперь мы просто вяжем все петли по рисунку петли изнаночную больше мы не перекручиваем провязываем обычной изнаночной 6 петель жгута снова обычная изнаночная еще 6 петель жгута еще одна изнаночная и заканчиваем ряд лицевыми это третий ряд с изнаночной стороны повторяем рисунок петли изнаночные провязываются изнаночными лицевые лицевыми пятый ряд и мы здесь делаем первое перемещение это только один раз все остальные перемещения петель в жгутах мы делаем в каждом седьмом ряду провязываем после кромочной 10 петель вот теперь изнаночная и первый жгут мы будем делать перемещение петель вправо значит первые три петли у нас снимаются на вспомогательную спицу или булавку я обычно работаю булавкой отправляем их за работу и теперь провязываем оставшиеся три петли лицевыми затем подхватываем нашу булавку и возвращаем снятые петли на левую спицу провязываем их лицевыми первое перемещение петель готова теперь изнаночная петля и начинаем перемещать петли в этом жгуте здесь снимаем первые три петли оставляем их перед работой оставшиеся три петли провязываем теперь эти петли возвращаются на левую спицу и провязываются лицевой далее идет изнаночная и 10 петель моего образца до кромочной или все оставшиеся петли на которых вы будете вязать либо вашу полочку либо рукав либо шапочку вот так первое перемещение петель готова и теперь шестой ряд также провязываем все петли по рисунку петли с изнаночной стороны у нас все идет без изменений мы повторяем рисунок петли так лицевая теперь вот эти петли которые мы перемещали сейчас их нужно провязать они немножко стянуты нам нужно их провязать чтобы они ровненько легли разделительная петля и следующий жгут разделительная петля и оставшиеся петли до кромочной провязываем изнаночными мы провязали шесть рядов это установочные ряды для того чтобы заложить жгут и сделать первое перемещение петель а теперь начинаем вязать уже повторяющийся раппорт высоту который провязывается на восьми рядах я провяжу сейчас 6 рядов то есть 3 лицевых и 3 изнаночных соблюдая рисунок петли для того чтобы подготовить наш жгут к следующему перемещению петель уже в седьмом ряду давайте это сделаем самостоятельно сейчас я поставлю видео на паузу и вернусь когда будет провязано 6 рядов вот так выглядит жгут после выполнения первых 6 рядов первого раппорта сейчас мы снова сделаем перемещение здесь у нас петли пойдут вправо здесь влево так как мы делали вот здесь при первом перемещении я сделала перемещение заканчиваю седьмой ряд восьмом ряду в заключительном ряду повторяющегося раппорта когда мы провязываем вот эти перемещенные петли нужно и вязать их с одинаковым натяжением чтобы они легли ровно потому что перемещение их немножко деформирует вот они лежат сейчас неровно то даже отверстия есть поэтому их нужно провязать очень аккуратно с одинаковым натяжением всех петель и тогда жгутик ложится ровненько это промежуточная петля и следующий жгут и заканчиваем восьмой ряд дальше продолжаем вязать вот этот раппорт на восьми рядах столько раз сколько нужно для вашего изделия сейчас я провяжу еще несколько раппортов и затем мы с вами выполним уже вот этот последний шаг так провязано несколько раппортов высоту и последний заключительный раппорт тот который будет у нас перед закрытием петель мы тоже будем провязывать не полностью здесь мы провязали 4 ряда и сделали в пятом ряду первое перемещение здесь мы тоже провязываем только четыре ряда после последнего перемещения и сейчас начнем сбрасывать вот эти петли для того чтобы получить ажурные отверстия и так сейчас это заключительный раппорт и в нем я провязываю пятый ряд вот эта петля изнаночная разделительная сбрасывается с левой спицы но для того чтобы количество петель у нас оставалось прежним мы вместо нее делаем накид теперь провязываем петли жгута и следующая разделительная петля тоже сбрасывается вместо нее делаем накид провязываем второй жгут и у нас осталось еще одна разделительная изнаночная петля сбрасываем ее делаем накид таким образом эти петли спущены и количество петель остается прежним пятый ряд готов и провязываем теперь 6 ряд заключительный это не полный раппорт в конце детали и вот здесь мы уже хорошо видим что у нас эта петля поползла вниз провязываем накид изнаночной и снова наши жгуты вот сброшенная петля вместо нее накид и последняя сброшенная петля заканчиваем шестой ряд если пряжа гладкая то достаточно просто вот так потянуть несколько раз в разные стороны петля будет очень легко спускаться но у меня пряжа с ворсинками поэтому я буду помогать петле при помощи спицы можно это делать с изнаночной стороны здесь лучше видно вот эта петля у нас спускается мы ее освобождаем вот от этих нитей так не спеша аккуратно а для того чтобы эта петля не убежала вниз по резиночке мы с вами сделали вот эти перекрещенные петли в начале помните когда мы с вами только закладывали жгут для того чтобы они у нас остановили спуск петли около резинки эти перекрученные петли здесь мы и остановимся вот так теперь здесь начинаем делать то же самое освобождая петлю вот вот этих горизонтальных ниточек а вот так наши жгутики теперь выглядят с лицевой стороны и на этом работа заканчивается вот такую деталь можно выполнить провязывая обычные привычные всем нам жгуты обращаю ваше внимание на то что после спуска этих петель полотно становится чуть шире если это важно для вашего изделия то это нужно учитывать видите практически мы добавили по сантиметру между жгутами и слева и справа от них и на этом я хочу свое видео закончить подписывайтесь на мой канал оставляйте свои комментарии до встречи на канале трико бум всего вам доброго